Рев моторов спортивных машин, адреналин, автошоу и управляемые заносы. Все это первые соревнования для сахалинских любителей категории дрифт. На дебютный старт автодрома школы ДСА вышли всего пятеро участников. За борьбой великолепной пятерки наблюдали не меньше сотни болельщиков. Интересно. Ну, мне немножко, немножко я другим болею, но как бы мне автоспорт интересен в любом его проявлении. Официально признать дрифт спортивной дисциплиной Российская автомобильная федерация смогла 31 марта 2010 года. За это время на большой земле подобных соревнований уже прошло немало. Теперь дошла очередь и до Сахалина. Пока, правда, все это держится на энтузиастах. Сам дрифт в России очень популярен. В последние годы очень высокое развитие получил на материке. К сожалению, на Сахалине его практически нет в своем том виде, в котором он должен быть. То, что некоторые катаются по городу, это не очень хорошо. Надо легализовать, и чтобы легализовать, надо популяризовать. Как и положено в этих соревнованиях несколько этапов, за каждый из которых начисляются очки. Баллы вычитываются из общей суммы за сбитые спецконусы на трассе. Квалификация выявляет участников, кто как едет, какие сильные, какие слабые стороны у людей. Потому что в последующем по сетке люди должны будут ехать парами. И дабы избежать каких-либо столкновений, желательно выяснить, сразу посмотреть на начальном этапе. Дрифт такси, ну, просто, грубо говоря, по катушке. То есть мы садим пассажиров в машины и катаем их по треку. Ну, а, пожалуй, самым зрелищным этапом соревнований стали парные заезды. К сожалению, принять участие в нем не смог пятый спортсмен Иван Болотин. Еще на стадии квалификации он использовал все попытки. Плюс дополнительные, но ему так и не удалось набрать нужное количество баллов. Первым здесь стал Дмитрий Стихарюк на Ниссанской лане. Замкнул четверку финалистов Рамиль Асланов. Этот адреналин, когда ты на скорости машину боком ставишь и дрифтуешь, вот это ощущение, прямо ездить не то, прямо ездить, тебя в сидушку вдавило, а тут со стороны в сторону, еще ты должен рулем управлять, там, как бы, все зависит от водителя, так сказать, от прокладки. Главное самому освоить это всего. Главное работа газом и все, это все само придет. Главное учиться, как говорит японцы, научиться такому лимту флай, полет, полет машины. Все, правильная рулевка. Для Ильи и его черной Toyota Mark II эти соревнования закончились победой. Хоть квалификацию он и был на втором месте, в парных же заездах ему не было равных. На второе место по итогам соревнований вышел Дмитрий Стихарюк. Третье место досталось Рамилю Асланову. Продолжение следует...